привет народ добро пожаловать наши посиделочки место где мы с вами продолжаем обозревать что мы обозреваем и сейчас пацанов сегодня будем говорить с вами про пятую серию я записываю обзор на интернет movie дейтабейс еще даже оценки не высветили что там другие люди наголосовали на прошлой неделе аж 14 тысяч человек пошло посмотреть интересный вам такой вот факт сразу сходу с ноги пока вы там чай макаете себе в чашку увидел увидел как вы чай там заваривать так вот если смотреть по просмотрам первый эпизод второго сезона дома драконов на 20 с лишним процентов ниже чем то что было раньше а пацаны сейчас просмотров на двадцать шесть процентов больше нежели чем это было раньше короче говоря таким образом у нас получается пацаны сейчас популярности они даже на четверть поднялись того что было раньше один из самых ходовых сериалов один из самых вот сейчас вот понятное дело все алгоритмы интернета они всегда заточены на твои вкусы на твой интерес и она будет выскакивать но сейчас это кругом даже по алгоритмам или без алгоритмов я иногда люблю заходить под инкогнито просто ну чисто тупо посмотреть как где что продвигают о чем говорят а потому что опять-таки если ты лайкаешь левоповесточные какие-то то тебе левоповесточные будет выскакивать но чтобы можно было увидеть всякое разное вот я иногда через инкогнито захожу а еще через инкогнито вот тут хвоста то я пришла услышала что я разговариваю думать так все папа сидит занят сейчас будет меня гладить конечно смешно получил все муся до свидания вот так вот бывает ну что если вы тоже пришли если тоже пришли послушать и а вдруг никогда раньше не слушали дядя вова 21 год живет в америке специально переехал соединенные штаты чтобы потом когда выйдет сериал пацаны прийти и рассказать вам все отсылки на американскую культуру я вообще конечно с таким страхом подхожу каждому обзору потому что я даже в час не укладываюсь понятное дело наверное вы привыкли что есть такие обзорчики вы пришли там за 10 минут вам все абсолютно рассказать все там нарезали нарезку сделали вот пасхалка 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 тут мы собираемся для того чтобы вы успели приготовить ваш ужин и поесть его не тыкая пальчиками в экран для этого тут я и сижу почти что почти что этот видео подкастер матюк такой какой-то получился но уж что есть еще голос постепенно останавливаю сегодня уже звучу немножечко лучше нотки лгвт слышны так что все сейчас сейчас пойдем но иногда еще подкашлю потому что буду рассказывать вам конфеткой за щекою с карамелькой за щекою серия называется берегись бармаглота мой сын мы говорили про этого бармаглотов прошлой серии это из сказки керала алиса в стране чудес и там тоже смеркались если захотите найдите стихотворение про бармаглота также в прошлом эпизоде я рассказывал что вот именно это название оно взято так назывался один из выпусков комиксов по пацанам а именно раздел который относился к хьюи вот так что нам даже известны все названия уже всех следующих серий которые будут выходить следующая серия между прочим выходит на 4 июля это вдруг кто не знает 4 июля это день независимости америки и так как я живу в сша я не знаю у меня будет выходной но я не знаю если я смогу записать вам обзорчик 4 июля потому что я буду праздновать пускать хлопушки размахивать нашим флагом кричать то пусть будет это ваша америка замечательной снова при том что я не трампист и кушать буду хот-доги жарить гамбургеры кушать что тут у нас такое традиционное тоже арбуз начиняют бутылочками с беленьким чтоб она там настоялась и потом этим арбузиком и потом вечером сидишь смотришь как фейерверки пускают так что на следующей неделе скорее всего обзорчик ждите на день позже чем обычно так что все следующая серия будет называться грязный бизнес 4 июля все я вас предупредил между прочим теперь скажем спасибо большое нашим спонсорам замечательным любимым обожаемым у нас есть такие спонсоры которые вообще поддерживает канал уже 50 месяцев вы представляете как долго спасибо спасибо большое за каждую монетку за каждую поддержку всем кто ставит лайки пишет приятные комментарии всегда дядь боя приятно с удовольствием потом могу прийти вот думаю вот есть люди кому кто приходит и слушает и рассказе ну что начинается с хомлендера и такой вид немножко сзади это заставка перед экспо что такое экспо это сокращенно от экспозиция или же выставка есть такая вещь в америке очень популярная о которой вы скорее всего знаете это комик кон также есть близ кон особенно если вы смотрели такой сериал как теория большого взрыва там вот эти вот гики они с комик к нам очень часто про него разговаривают на комик-кон билеты тоже достать очень сложно они дорогие их выпускают там в ночь нужно сидеть занимать место я один год только попытался купить билеты на комик-кон и у меня не получилось ну тогда ты приезжаешь встречаешься с разными актерами интересные сериальчики объявляют в то время в этой вселенной до в этой вселенной где у нас про пацанов нет никаких там бэтменов шметменов ничего у них свои супергерои и у них супергерои которые не просто снимаются в кино они еще вдобавок ко всему и реально действующие лица которые вот спасает вселенную скажем так есть близ кон и мы уже с вами говорили про правдакон который был серии до этого а здесь вот такой себе экспозиция выставка вог 52 и естественно лицо сейчас главное лицо этого патриотизма все омлендер теперь вот эти кадры показаны очень очень быстро и мы с вами пройдемся по каждому все вот вог зарегистрировала свою компанию в 50-м году но они начали свою выставку делать с 52 года теперь разные отсылки вот тут например некоторые фильмы короче говоря здесь на разные фильмы есть отсылки но помимо еще и реклама например вот это пивушка мы между прочим это уже видели этот логотип при предыдущих сезонах во втором сезоне когда штормовой предел была объявлен 57 году она была лицом для пивасика вот такого и вот она держит в патриотических цветах написано потом фильм crimson мы знаем что малиновая наподобие как scarlet witch из марвелов только вот здесь вот она crimson count и здесь она если так присмотреться в шестьдесят седьмом году в крас красные такие как кота но здесь даже наверное солдаты я бы сказал несколько может даже и второй а а может даже времен гражданской войны когда белые красные вот именно по таким по таким одеждам но скорее всего тут по истории они она сражается с коммунистами потому что даже тут написано using the fire of freedom силу огня а свободы она воюет с коммунистической машиной шестьдесят седьмой год понятно отсылка потом вождь апачи говорит не мусорить кема саби в семидесятом году эта отсылка идет на фильмы есть такие про лон рейнджер одинокого стрелка и у него был помощник вот этот кем кема саби из native americans из наших вот коренных американцев правильно сказать была одна из последних экранизаций она выходила в 2013 году арни хаммер между прочим играл там и играл джонни депп но в этом фильме джонни депп мне показалось что он играл капитана джека воробья только вот таким был ну ладно потом у нас семьдесят девятом году выходит фильм с черным ноиром нуаром ну потому что по буквам ноир вот вы не находите его он находит вас да и смен но потом опять фильм с красной малиновой графиней да и тут что-то такое прям любовь морковь даже по обложке чувствуется что дух восьмидесятых что-то такое типа как грязные танцы даже выглядит обложка потом вот когда смотришь на эту даже по титрам отдает духом дай hard крепкого орешка я кстати не знаю до сих пор не могу понять почему именно в русской адаптации решили дай hard как бы теоретически я понимаю крепкий орешек вот это вот смысловой перевод хотя в английском языке если дословно переводить да умереть сложно сложно умирающий и по тому как сделана обложка это скорее всего отсылка идет на это red thunder payback payback are back расплата вернулась такая себе обыгрывание совет юниан has declared war on united states again снова ссср злые советы объявили войну ну вот может сейчас это уже не так смешно потому что новый оттенок вообще приобрело все противостояние но было время в начале двух двухтысячных когда я только приехал в америку мы встречались и мы тут разговариваем с американцами я говорю я вот я вспоминал что в школах да в советском союзе у нас были уроки военной подготовки где нас мальчиков учили как там ползать как гранату бросать как стрелять из калашникова разбирать его собирать девочек учили как там шины накладывать если это и помню с детского садика учились где в какую сторону смотреть если ядерный грибок поднялся куда заползать нас в школе было бомбоубежище нас тренировки были что нужно в это за сколько время какой класс успеет забежать бомбоубежище так чтоб там не толпиться все правильно проходили что знать кого куда пропускать чтобы не было толкучки и я помню почти что каждую вторую неделю мы бегали в бомбоубежище были такие вот тренировки и иногда приходила бомбоубежище разбито ход разбит что мы делаем в этой ситуации вот где мы прячемся там была канавка около школы смотришь с какой стороны гриб поднимается нужно вот я помню в конце вот этих 2000-х да когда мы разговаривали с американцами американцы у нас тоже такое было но у нас это было не восьмидесятых это где-то было больше в шестидесятых и таких ахахахаха боже неужели мы были такие дурные наивные мы верили что свет советы могут на сбросить атомные боеголовки а мы в советах боялись что американцы будут нас бомбить и мы таких ахахахаха ну как это такое как такое может быть чтобы две большие державы начали между собой воевать и скидывать друг на друга ядерные боеголовки все остальное а сейчас уже как то вообще и смеяться не хочется честно говоря на эту тему и когда я смотрю на все вот эти постеры которые должны высмеивать да все это что о снова нападение статуя свободы боже смешно смешно да а а чё-то смеяться вообще не хочется вообще смеяться не хочется потому что последний наш тренд на канале что последний сезон и горы престолов будет и последнюю книгу буду дочитывать тараканы которые только переживут ядерную зиму но такое ладно теперь девяносто девятый год мы we were warned нас предупреждали и здесь фонарчик кто-то может смотрит на вот это и думать что это за циферка дерево сейчас расскажет может кто-то родился уже у меня есть те кто смотрит меня те кто родились после 2000 года давайте я чуть почувствую себя старым напишите если вы родились уже после 2000 в 1999 году ходила целая паника о том что компьютера выйдут из строя потому что они не будут знать как переводиться с цифр потому что там наступит 0 0 0 0 и она не будет знать как это и проблема год чуки год 2000 она произведет компьютеры вот выведет из строя и вся система полетит и будет всемирный blackout и случится хаос 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 это лестница сказал бы питер бейлыш и вот здесь вот именно обыгрывание идет на этом год 2000 и она сделана как хаос муся ты хулиганка нет я тебя гладил до этого я тебе давал по голодушке сейчас я делаю запись можешь либо тихонечко сидеть тут она не сидит спокойно она лапкой меня там вы может не видите она меня лапкой за спиной что нет папа давай мне внимание уделять либо сиди спокойненько либо сейчас пойдешь птичек ловить потом 2007 год у нас появляется королева мэйв и сейхи лодки хор мэджисти скажите здрасте ее величество и вот фильм и самое интересное посмотрите на этот фильм в 3d как раз было время когда 3d фильмы стали возвращаться в популярность блин абсолютно все старались вот прям какая-то повальная помпальное безумие было все хотели делать в 3d и какое-то было время даже фильм телевизор хотели делать вот такой что ты дома в 3d очках будешь сидеть смотреть кассе и выпускались на диске ты покупаешь и вместе с 9 диском 4 пары очков бумажные такие в наборе я не знаю я не знаю кто вообще любит ходить и смотреть фильмы в 3d потому что для того чтобы получить полноту впечатлений 3d ты должен сидеть вот таком идеальной точке в кинотеатре потому что если где-то ты сидишь даже вот немножко сбоку все там уже начинается одна головная боль но вот было время что вот это вот все поголовно все все делали в 3d потом у нас есть такой себе тоже под аквамена 2007 год райзинг тайт это прибывающая волна прилив правильнее вот если достойно перевести и такое гаудип ого холм заходи глубоко или отправляйся домой это вот тоже обыгрывание слов такое что либо рискуй по полной или отправляйся домой потом еще постер это уже обыгрывание идет джеймс бонда агента 007 именно с таким вот шрифтом где-то немножко даже шрифт смахивает на миссия невыполнима но здесь больше по позе в которой он стоит вот так с оружием это идет отсылка на джеймс бонда и тут тоже you can't kill what you can't see ты не можешь убить то чего ты не можешь увидеть потом 22 год но это мы уже помним рассвет семерых и разные логотипы какие разные у них филиалы у вог есть да что семерка основная там с капитолием да потом новости их для телевидения для женщин а американский герой вог сол студия с это которые фильмы снимает и вог плюс потому что у нас сейчас абсолютно все и disney плюс есть и hbo плюс но он макс называется и у нас есть короче говоря paramount плюс все вот это плюс все стриминговых платформы себе наделали и она конечно в итоге стреляют сами себе в ногу что когда получилось дофига стриминговых платформ люди не успевают на все подписываться и начинают наоборот бросать абсолютно все на еще есть люди которые чисто по инерции за нетфликс держатся а так многие отписывают например подписка на apple плюс hbo макс и нетфликс это тот то на что я подписан чтобы короче говоря если вам нужно написать в комментариях и хотите сказать за что-то спасибо сегодня вот можете сказать дать вова спасибо за постер ну и вот тут тоже силами фанатов ради фанатов и как всегда тоже на всякие такие мероприятия люди одеваются в костюмы разных этих и а один из прикольных моментов здесь конечно же это black но ир до черный но а вообще где-то так сначала бэтмен что ли то нет ну это та информация то что вог 52 потому что два года спустя после того как организация началась им очень прикольно как играет героическая музыка да нам показывают хомлендера который до сих пор переваривает все что произошло в прошлом эпизоде да и мы все перевариваем что произошло в прошлом эпизоде эти все воспоминания но все крутится и это что же хорошо домой слетал ну такая умная тетка но в он у себя в голове теперь переосмысливает свои взаимоотношения с районом что очень интересно и моя записулька именно теперь ну вот это конечно прямой троллинг идет марвела потому что вот marvel примерно точно так же когда они делают объявления с вселенной до что в разные фазы и тут тут можно только здесь можно посидеть позалипать что у них здесь омлендер фильм про хомлендер супер скул уже анонсировали супер школу с районом хотя он еще не согласился с так night это тот который был в поколении в и по детектив кино с дипом с глубиной а лорд солдер это firecracker этот трейлер показали мы посмотрим вот самое ближайшее то что выходит обучение и трейна но тут вообще можно идти 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 loveguard the seven returns возвращение семерых опять технически так найт джи тюджи мэн какие-то хэвэнс опять про и трейна а хонква два мультиверс мульти вселенную троллят god help me firecracker опять боже помоги мне теперь g2 g3 опять так night кекс образование какое-то свое рождественское кино даже будет свое опять про хомлендер джастис серфт здесь как джастис это ретрибичное правосудие будет выплачено ну короче говорят только можно посидеть про посмотреть сколько они на придумывали разные вот это вот фазы это точно так же когда marvel делают свое объявление точно также по фазам новая фаза marvel новая фаза звездные войны дофига куча разных проектов объявляют на объявляют теперь ну что папенька пришел в себя я многие сцены естественно показать не смогу потому что здесь много кровавенького такого что youtube не любит он за такие картинки не продвигает в рекомендации но тут он говорит я говорю тебе у меня все в полном в порядке и теперь мы поняли что произошло оказывается когда положила капсулу ампулу с этим компаундом в карман себе он выронил ее пошел за кофе а мама взяла и в кололога ну ты же этого хотел ну и вот мы получили то что получили как бы и хьюи остался в белом типа не он вколол не он это сделал но и в то же самое время батенька стал под компаундом вид теперь ну конечно вот это шикарнующая актриса у нас в комментариях мы разговорились что оказывается это актриса она играла и голос и и тоже снимались и и с нее снимали персонажа в detroit became human стать человеком detroit стать человеком обалденная игра очень обалденная особенно если вам нравится сериал мир дикого запада вот просто рекомендую я и игру до конца не прошел но там наверное восемь девять я точно наиграл не замечательно и вот она там совсем такую милашку играет а тут настолько разные персонажи но это только в плюс и с этой одеждой даже я дядя вова у которого здесь вот грудь сидит с радужным флагом вообще это некрасиво когда ты обчикте файн на английском языке есть когда ты переводишь какого-то человека в ценишь не его души его внутренние качества а ты именно вот его какие-то внешние характеристики мужчины дай но когда специально одеваются так мужчины например выбегают бегут они в шортах таких коротеньких а еще если на голое тело и вот он бежит и специально снимает ну кто там будет смотреть как он бицепсом шевелит все смотрят что у него там в этих серых спортивных штанах в какую сторону повернулась или девушки тоже специально одевается такая одежда для того чтобы привлечь внимание на определенные формы скажем я не говорю к тому что все все должны натянуть на себя по ранжу все это никто не дает право если вдруг даже ты одет какую-то в короткие шортики или в короткую юбку это не дает никому право воспользоваться тобой силой но одевая короткую одежду или вызывающую одежду ты специально хочешь привлечь внимание ты же одеваешь и такие вещи на себя не для самого себя и самого себя можно надеть посмотреть в зеркало и получить самоудовлетворение только от того что вот посмотрите какое супер красивый когда люди вот так вот одеваются что все идет в кадр они специально это подчеркивают с той же самой звездочкой помните да и и заставили одевать новый костюм который был бы более кексуальный такой да для того чтобы вот эти формы волк он этим страдает они хотят продавать они продают часть вот эту кексуально даже несмотря на то что звездочка там приезжала на всякие церковные мероприятия сидела отвечала вопросы о церковной молодежи да там шатрах тем не менее волк хотели чтобы она как можно более вот открыто вызывающие опять-таки посмотрите на все разные костюмы супергероев да когда сколько мемасиков и шуток есть на то что вот тут мужской персонаж его броня там такие латы здоровые наплечники тут все закрыто штанцы и потом броня сотого уровня для мужчины персонажа броня сотого уровня для женщины персонажа маленький такой топик груди что ты когда бежишь она все шевелится маленькая полосочка накрыта ножки раскрыты какая-нибудь тряпочка спереди висит и просто большой меч и какой-нибудь открытый шлем чтоб волосы назад развивались и все остальное к сожалению так вот и в комиксах и в играх и везде вот женских персонажей кексализируют таким образом но и тут тоже вот ну сложно сложно она говорит а я не слышу что говорит и только на ее красивые большие глаза смотрю с патронами поверх но тем не менее избили она такая бедная несчастная и она как бы понимает теперь что сестра сейдж ее подставила что она специально все это устроила чтобы ей морду начистили и она говорит ну хорошо хорошо ты можешь меня недооценивать продолжение доценивать в таком случае мне будет проще подойти сзади и воткнуть тебе ножичек спину как бы ну в принципе теперь она стала жертва да и она говорит я открываю сезон охоты на старлайтеров ну страшно конечно во всей этой доме где на самом деле помогали подросткам на самом деле пытались им как-то помочь чем детям которым некуда было идти этом по заходили сатана написали на стенку и вот мы видим что и и вот эта вся тематика про то что дети зародыши чувствуют боль это вот такая вот опять таки было бы это все смешно если бы плакать не хотелось тематика на сегодня ночью дебаты будут вечером дебаты будут между двумя нашими дедами и тема контрацепции и прерывания она будет одна из ярких на повестке потому что у нас сейчас из верховного суда просочился документ который раньше времени выложили на сайт до того еще как судьи объявили результаты а выложили и сейчас тоже миха кипошь идет наша любимая айдаху кстати в новостях что верховный суд решил поддержать женщин айдаху у нас тут вообще в айдаху вообще полный мрак с этим идет что даже если у тебя какая-то критическая ситуация даже если ты помираешь а у тебя и вот единственный выход это вот смотрит нужно выбирать кто будет жить как в этом игре престола в дом дракона когда это рожала и и ребеночек внутри все и нужно выбирать между матерью и ребенком в айдаху все равно не могут сделать ничего убрать ребенка так что вот он жить не будет даже если мать при этом умирать и и женщины айдаху они сейчас судят вообще государство и все потому что здравоохранение не учитывает их права что они ставят в приоритете право эмбриона еще не ребенка без документов без свидетельства рождения без ничего они ставят в приоритете вместо уже живой женщины и вот ведется суд и по документам которые слили из верховного суда верховный суд принимает сторону женщин вот эти что большое удивление поэтому у нас сейчас большая шумиха в городе тоже неспокойно демонстрация и оба лагеря около нашего местного капитолия и сегодня эта тема тоже будет я более чем уверен что эта тема сегодня будет на дебатах потому что это одна из самых таких горячих тем в Америке репродуктивные органы женщин вот ну и тут тоже показали наконец-то дочку молоко матери что она кому-то настучала по кумпелю за то что тот сказал что хомлендер он на самом деле хороший и она говорит пап ну ты же бьешь и я могу бить а теперь какому-то мальчику шури надо накладывать это вот просто такой наглядный пример что ему кажется что он делает же доброе дело да и нам все понимаем что делать доброе дело но дети смотрят на наши поступки и они делают примерно те же самые вещи теперь очень интересный момент давайте подумаем вот ваше впечатление да смотрите есть классический момент когда у главного какого-нибудь героя или который проходит через какие-то проблемы у него есть на одном плече ангел а на другом плече демон один говорит об одном другой говорит про другое вы где-нибудь вообще видели чтобы кто-нибудь другой разговаривал с ним кроме бутчера что если что если это вот такая мы кстати в телеграме сегодня на эту тему тоже разговаривали что если вот этот персонаж на самом деле это точно так же как беки беки нет может и его нет он просто его видит и каждый из них нашептывает бутчеру как поступать и что делать как бы да мы знаем что он принес ему какие-то вот этот порошок для того чтобы малого усыпить а где где шансы не то что сам бутчер залез тоже ларечек к френчи французику и достал эти медикаменты оттуда самостоятельно в общем давайте в комментариях подумайте может ли он быть глюком напишите как вы думаете црушник глюк или не глюк и будем давайте очень внимательно за ним наблюдать вот типа нам с тобой с приличными людьми не по пути потому что даже язык которым он использует то кто как он знает про его анализы он все знает подноготную типа ну у меня доступ к этому всему есть но действительно ли это доступ или же это вот его разделение личности теперь нам показывают как французик тут достал очередной себе запрещеночки и кроме этого такой момент религиозный тоже добавляется объясняется с этими крестиком с молитвой что вот он проходит сейчас вот этот свой путь раскаяния может может ли человек получить прощение часто готов ли сам человек получить такое прощение может кто-то и простит его но сможет ли человек сам себя простить очень понравилась конечно эта сцена такие морды как в морге все с кислыми мордами но тут тоже такая шуточка он этой звездочки сказал я бы назвал бы тебя трендой вановной звездой только с буквой п да только говорит ты не такая теплая и не такая глубокая наверное это самая такая самая язвительная шутка в этой серии я прям это вот так надо где-то себе записать и воспользоваться в один прекрасный день когда кто-то сильно допить допечет меня ну прикольно вот вообще еще момент кинематографично да вы посмотрите на эту на этот блокинг как располагаются актеры откуда снимается камера широкий этот угол и у нас все с разным освещением все персонажи тут никто никого не перекрывает красота красота вот такой вот кадр это прям и на школе можно на уроках кинематографии преподавать наконец-то он им рассказывает про тот вирус который если вам хочется узнать больше деталей про вот этот вот вирус пойдите посмотрите сериал спин-офф который называется поколение в ви и в этом сезоне у нас вот особенно в этой серии мы видим персонажа из поколения ви так ну это вот тоже про Годолкин где он там пришел и забрал в конце появился уже было поздно потому что вирус пропал но мне нужно президентское помилование вообще если вдруг кто не знает про президентское помилование у нас президент имеет право помиловать кого угодно и у нас сейчас вчера была годовщина интересно такой факт я не знаю знали вы не знали но один из таких последних президентское помилование которое произошло большое помилование по моему две тысячи солдат которые были судом военным судом уволены из армии и были лишены льгот из-за того что они были представителями ЛГБТ и вчера вот Байден сделал такое вот президентское помилование для такого большого но вообще помилование есть и у губернаторов губернатор тоже губернаторское помилование может быть но почему не злоупотребляют например этими льготами да потому что не хотят президенты выглядеть что я вот как царь бог и я стал выше судей или судей присяжных или еще что но иногда периодически президент может вот особенно в конце своего президентского срока буквально там перед тем как заканчивается президентский срок перед тем как покинуть овальный кабинет президенты это вот частая практика они прям выпускают им приносят разные дела на рассмотрение и они вот могут сделать президентское помилование вот тут он говорит нам нужно президентское помилование здесь трейлер для петарды и тоже ты понесешь меня иисус тра-та-та и вот все такое святое восхищенное объявляет что волк запускает новую линейку будет называться вот вера бог вера что там будут христианские фильмы публиковать зажигалка божий солдат но петарда лучше всего конечно подходит божий солдат меня немножечко стошнило внутри но так-то оно и должно было быть теперь у них было момент это вот песня которая всегда ее играют когда например оскар да проходит или там золотой глобус или еще что такое и показывают кого не стало вот на протяжении этого года часто играют именно эту песню я буду помнить тебя и вот это вспоминаем помним сердце это все-таки копает мне кажется неужели может она уже нарыла может быть вообще конечно мне лично было бы интересно чтобы она играла такую себе многоходовочку чтобы она была не просто вот злодейка злодейка злодейская злодейка а разыгрывала может и хомлендера тоже потому что такого силы и не возьмешь и она понимает что его нужно брать каким-то а лестью ну посмотрим мне было бы например интересней вот в этом персонаже сестры сейдж что она не просто такой злой мега мозг который помогает омлендер что у нее там есть еще свои какие-то скрытые мотивы чтобы может переиграть и звездочку со всей ее компанией и хомлендера тоже и самой в конце выйти в дамки ну не знаю посмотрим но то как она разговаривает с поездом то мне кажется что говорит доказательства ж не могли сами убежать ну вот она прям чуть ли как не напрямую ему говорит ну ладно теперь с этим с Эдгаром это которому они выбили президентское помилование это уже сыграли на чувствах к внучке говорит да ты Ньюман натаскал чтоб она была монстром но она сделала из внучки вашей ну опять таки Ньюман не родная дочь ему но все равно он к ней как к дочери относился ну и прикольненько конечно выпустили такой себе крестный отец в костюмчике все говорит кулечек есть подстелить чтоб это пальтишко не испачкать ведь Starlight какая неожиданность подойдем на запад ну вот эта сцена тоже такая мимимишная что нам дали да папа Хьюи все в конце этого эпизода его не становится но нам дали хоть вот эту сцену хорошего прощания для них что он точно смог его отпустить у него была проблема то что они не поговорили а тут приятные воспоминания и это дала ему кольцо видать с намеком на то что он будет делать предложение звездочки теперь и поговорили то что хочет поехать в Париж и по Лувру пройти под специальный тур Кода да Винчи ну мы знаем что он любитель читать разных писателей Эд Браун Эд Браун Эд Браун Эд Браун Дэн Браун писатель который ангелы и демоны Кода да Винчи ну вот тут вот он говорит я не хотел закончить как Джар-Джар про Джар-Джара это отсылка к звездным войнам есть такой персонаж которого все любят ненавидеть особенно в Америке в Америке вот люди прям с лютой ненавистью вот это мне тоже непонятно немножко среди например среди кого кого я вырос да призрачная угроза да а атака клонов и месть ситхов были очень любимыми фильмами люди прям вот эти три части звездных войн они оценивали очень даже хорошо и любили не ругали в США тут если ты скажешь что тебе нравятся какие-то из этих фильмов это прям особенно в фандоме звездных войн это самого себя просто взять и нарисовать себе маску клоуна и нос прицепить потому что здесь вот прям джар-джар-бинс особенно это прям триггер такой вот хотел закончить что у них был такой домашний зверок которого хьюи никак не хотел отвезти к врачу чтоб усыпить и тот потом взорвался какахами и кровяхами теперь эти прибыли дом который принадлежал этому же Эдгару миллионеру да и там устроилась химическую лабораторию ньюман здесь проводились пытались провести доскональность да удосконалить усовершенствовать вот усовершенствовать вот что происходит когда у тебя в голове три языка и ни один не знаешь на сто процентов это они все между собой это перемешиваются периодически и в этой лаборатории да что-то пошло не так хомячкание хомячок вырвался сбежал и вылилась компаунд Ви вылился в воду и животные напились теперь такой тоже интересный момент где этот выпускает кролика а ему то вкалывали временный компаунд Ви мы только недавно разговаривали куда делся временный тот который на 24 часа значит все таки есть значит ньюман себе куда-то прибрала и он выпустил этого кролика и позже мы видим в кролике такие же примерно самые черти черви как в этом у бучера живут не зря нам это показали теперь интересный момент оказывается это была пасхалочка которой например я не знал что кролик такой мистер фази бази назван в честь комикс мистер фази бази был вулварин который убил президента в комиксах оказывается такая вот пасхалка которой я даже и духом не слышал ничего обожаю обожаю на викторию нюман боже какая она красотка какая же она шикарная ой и тоже пришла у них только от ее появления сразу же из носа начала подтекать это это как бы ее намек что я здесь никому не рыпаться и нам вводят персонажа тоже говорит про самир какой-то самир ну вот это мы видели еще в прошлом эпизоде мы обозревали этот триллер обучая поезд и тоже отсылка что давай чернее black что вот мы такие нас называют что мы вог культура а мы не просто волк мы еще из этого получим йог желточек из этого вытащим что мы не принимаем это на тот счет как в минус мы принимаем это в плюс что вот мы будем проталкивать эту повесточку больше теперь такой прикольный момент что говорит мы пришли к новой технологии что каждый новый зритель для него будет подстроена свое продукт плейсм вообще наверное после этого эпизода Тимур Бек Макбетов где-то думает блин да это же гениально это когда в том же самом нетфликсе когда ты включаешь заходишь в нетфликс может быть вы не в курсе вот такая вот вам интересность на каждый сериал делают примерно около 20 30 обложек на каждый сериал и на каждую аудиторию разная обложка например тот же самый какой-нибудь сериал если он романтический да и там гей-линия не самое главное для меня если я пролистываю мне обязательно покажут ЛГБТ пару на этом постере например тот же самый что там было такое Лекаса де Папелл не Лекаса де Папелл а другое элита элита там только некоторые персонажи они ЛГБТ это вот я вам привожу пример для меня показывают вот именно парочку из ЛГБТ где они там рядышком лежат и название элита когда моя дочка заходит в Netflix и пролистывает у нее совершенно другой там подружки идут вместе они в одинаковых одежках вот этой школы и написано элита когда мой сын заходит у нас 4 аккаунта на Netflix мы проверяли даже когда он заходит там мальчишки играют в спорт и написано элита Степана Карловича по-моему какие-то просто вид Италии или что-то такое и тоже было написано элита для каждого этого делают свою обложку которая будет более тебя цеплять что ты скорее заинтересуешься этим сериалом например а там есть лгбт пара значит по умолчанию мне должен этот сериал понравится кстати я вот этого не понимаю я могу ругать сериалы даже в которых какая-то кривобокая лгбт история написана потому что я хочу хорошую историю мне не важно что это будет ммжж или мж мне дайте чтобы история была хорошая которую я поверю но тем не менее но я так думаю мы вообще недалеко в принципе ушли от того времени точнее скоро придет когда на самом деле смогут вставлять разные продукты в сцену что для тех кто предпочитает кофе там будет чашечка с кофе стоять кто предпочитает чай там будет чашечка с чаем ладно но тут такое может кто-то из вас подумал почему это пить коньяк почему вот так это почему отсылка почему люди так посмотрели с недоверием перекосились потому что вообще персик у нас ассоциации идет с Джорджией это штат Джорджия и там в свое время эти персиковые плантации ими занимались именно темнокожие люди выращивали и когда тут нам говорят что коньяк и персиковый и именно оттуда нам специально показывают аудиторию темнокожую которая сидит и так смотрит серьезно только что только проговаривали о том что мы хотим за инклюзивность и прочее теперь ну а тут это тоже говорит про супер школу раскручит а мало говорит я не хочу этого говорит деньги отдайте кредитку машина а я все равно этого не хочу интересный вообще момент который развивается между ними да это было бы намного проще и предсказуемее если бы у нас был такой нехороший омлендер и мальчишка совсем не хочет быть похожим на него и вот он отстраняется в сторону бутчера это как бы понятная самая предсказуемая история есть такая вещь что же когда ты пишешь сценарий у тебя не должно быть рояля из куста потому что это скучно и тоже не должно быть слишком предсказуемо потому что если будет слишком предсказуемо если читатель понимает как будет выстроена история до самого конца он внутри скажет тю он не проговорит кому-то зачем я буду читать этого чит писателя если я бы мог написать интереснее он конечно вслух это не произнесет но внутри он это почувствует потому что когда человек читает твою книгу он должен удивляться он должен удивляться каким-то поступком ему должно быть интересно а как именно что-то случится дальше и вот в этой сцене это хороший сценарий потому что как бы нам казалось мы уже знаем к чему должен Райан прийти но показать что между ними происходит соединение что после того скандала который был они смогли найти общий язык вот это становится уже интереснее тоже тематика отцов и детей троллинг о том что тут наступил в грязную воду это подарок принца Эндрю принца Эндрю это именно именно так сказать белая черная овца давайте скажем семейство королевского тот который был летал на остров развлечений скандального дяденьки одного и вот он там замешан практически во многих грязных скандалах королевской Британии ну в общем такая вот внутренняя шуточка говорит лишний раз мне напоминает как тут все грязно и уныло теперь у них план тоже получить этот вирус расправиться с с Ньюман и уйти ну сцена конечно с курями супер прокаченными курями мы уже эту тему с вами обсуждали еще когда трейлер только смотрели в принципе ничего тут особого нового мы не увидели я не могу многие кадры показать здесь из-за своей жестокости но вот эта фраза Эдгара так она говорит меня поражает что вы все так долго еще прожили настолько какие вы все отбиты на всю голову но прикольненько было узнаем что между Ньюман и Бутчером даже была сделка он говорит ну я же не дошел с ней до конца он если помните отправил ей фотографию шоколадного глаза бедненькая Эшли теряет контроль над своим над этим ведущим которому она говорит кому яички раздавить мне и она пришла и говорит так я не поняла почему бусинки из попы вытащил я не знаю нужна ли вам эта информация или нет если если вам эта информация была не нужна вы ее получили и может кто-то думает про какие бусинки вы говорите есть такая вещь не спрашивайте откуда я знаю ну просто знаю можете перемотать а есть разные веб-сайты для взрослых где ты смотришь видео как кто-то на камере это действует разные вещи делает и одни засовывают себе вот туда куда вы подумали специальные шарики и они с вибрацией и они подключены на bluetooth и устройство когда человек донатит вот они если они отправляют деньги по bluetooth оно пришло и вибрирует и этот человек который отправляет донат он может так иллюзорно почувствовать что вот он прикоснулся и он видит реакцию того человека у которого вот эти шарики там вибрируют я прекрасно понимаю что максимум для вас который может быть вы когда присылаете донаты мне на стримы у меня оля поет я могу вам тут потанцевать я прекрасно понимаю что это не шарики в жопе но и на том скажите спасибо не не надо говорить дядя Вова спасибо за шарики в жопе но если это скажете все я боюсь что youtube ваши комментарии просто не пропустит но тем не менее и вот это же она говорит почему ты вытащил их я нажимаю кнопочку а ну реакции никакой она собиралась включать эту кнопочку когда он на сцене выступает я тебе не давала разрешение он говорит мне нужно доминатрикс которая может доминировать тэшли бедная потеряла полностью весь контроль никто ее уже больше не уважает здесь понравилась вот эта сцена где нюмана она все еще относится по-хорошему к звездочке говорит я кайфанула когда смотрела когда ты набивала морду хлопушки этой но ты должна понимать что ты живешь двойную жизнь ты должна держать себя в руках ты уложила ты забыла где ты звездочка а где ты Энни теперь хомлендер увидел вот этих червячков в ежике такие же самые скорее всего он понимает поэтому с такой злостью он растоптал все что осталось от ежика скорее всего этот компаунд ве временный именно вызывает таких червячков а когда он подколол этим червячкам еще настоящий компаунд ве эти червячки вообще там мутировали теперь тег найт мы о нем тоже говорили в обзоре прошлой серии очень много если хотите узнать про этого персонажа больше смотрите поколение ве он там максимум потому что вы должны про него знать он супер такой себе как шерлок холмс он видит у человека когда там зрачки расширились он знает кто когда говорит правду может наблюдать но у него есть тоже проблема он не может себя сильно контролировать он когда видит какую-то дырочку где-то ему нужно свой причиндал туда вставить в эту дырочку вот так вот все вот это максимум который я вам покажу про папу Хьюи оказывается у нее вот эти же проблемы с его мозгом случились и вот он пытается начинает прыгать телепортироваться теперь очень интересная сцена такой не надо так давай я приглашу тебя на ужин нам показывают а больного пациента который заигрывает с медсестрой и приглашает ее на ужин и это впервые наверное оплатилась выплатился долг того что я смотрел хрен знает сколько анатомию страсти анатомии страсти а этот актер который сейчас играет глюк будем говорить глюка царушника может настоящего царушника может нет он же был по винчестеров да он был в анатомии страсти и он точно так же он там был пациентом и он кадрил одну из докторик там и вот он тоже не на у него была реплика но не надо так давай я приглашу тебя на ужин и вот такая вот небольшая пасхалочка но я с нее в принципе поржал ну блин то конечно вот сделали такую отсылку на анатомию страсти только здесь прям случилось то что случилось папенька хьюи оказался телепортировался прям вовнутрь ну он знаете наверное несколько телепортируется он делает фейзинг фазовость он может перемещаться через стены через предметы вот он по-моему было это такой уже человеке муравье была там тетенька одна которая умела сражаться она тоже могла фазово перемещаться ну в общем такая вот отсылочка с отсылочкой жалко конечно его но здесь тоже с такой с таким намеком о том как когда люди теряют память и не забывают кто ничто не по жизни могут быть очень даже хорошими людьми но такие моменты они могут быть опасны и для себя и для окружающих теперь момент в котором Райан говорит я хочу помогать людям и то как он решает помогать людям казалось бы да ну такой правильный хороший поступок да быть супергероем реально но способ каким он это решает ага он плохо попросил давай на коленях а теперь давай избей его дай пощечину и он стоит и он кайфует от этого и тут в этот момент мы понимаем блин казалось бы две минуты тому назад мы думали блин ну какой золотой ребеночек он хочет помогать людям он хочет творить добро но каким образом он готов это творить это добро ну здесь я просто вот я аплодировал создателям сериала вот так вот вот провернуть этот момент и вот эти счастливые мордашки как они с удовольствием смотрят как девушка ну как бы они делают хорошее вот эта девушка ее угнетал притеснял мечу да не домогался до нее а теперь она имеет полное право оттоптать злодея ну посмотрим как будут разворачивать кстати это мы уже с вами разбираем пятую серию ну уже все прошли половину у нас осталось 6 7 8 3 серии всего осталось в этом сезончике вот тут конечно тему которую поднимают с френчи она намного глубже да чем какой-то сериал для комикс вот эта тема прощения мне даже отчасти показалось что может даже и не к месту где-то а это как когда какой-то развлекалово пытается вдруг откуда-то поднять о чистота мировоззания наша местная шутка что-то начать говорить такое чересчур возвышенное как бы ты понимаешь да это то что его гложет чувство вины и он не может с этим до конца справиться ему нужно признаться но вот это вот все где он проговаривает ведь я даже не знаю если какой-то священник скажет что мои грехи отпущены какое он имеет право или какой-то представитель какой-то религии сказать если то что я сделал я не могу это ну классно классный момент такой и звездочка такая тебе нужно с кем-то поговорить поговорить с кем-то теперь с этим с быком страхи особенно когда на этого быка налетели овцы я не могу естественно показать как теперь нам показали папу зои дочки нюмэн и теперь очень интересный момент пасхалка с пасхалкой пасхалкой погоняет он нам этот говорит эдгар да говорит он был моим ученым который меня предал и тут я прям так ржал потому что в сериале мандалорец он был ученым который работал на мов там гидеона когда пытался разработывать там с этим с бэби с бэби йодой там работал с грогу да и он настолько полюб но не хотел чтобы грогу делали больно что вот он его позволил ему уйти и здесь вот вот такой вот себе прикол как этот он был ученый который за моей спиной поступил вот так с тем кого я очень люблю но я лично поржал я лично поржал с вот этой отсылочки если вы вдруг не заметили эту отсылку можете написать дядя Вова спасибо за мандалорца вот ну классненько я тут конечно кайфанул ладно теперь у них всего только одна ампула с этим вирусом и они решили тут одного больного мертвенького уже вколоть выкинуть баранам и чтобы вирус подействовал на них также мы узнаем что после той битвы которая произошла у звездочки немножко проблемы ей нужно звездочная наверно потому что она потеряла силу в своей силы автология ну ладно она потеряла уверенность в себе и вот она никак не может теперь собрать энергию пользоваться заводит не получается завестись но чисто сценарно всегда когда у нас есть такой момент когда один из главных персонажей вот он никак не может не может потом мы увидим она совершит вообще какой-то супер пупер поступок она наверное сможет вытянуть электроэнергию со всего города там взлетит какую-нибудь шаровую молнию превратиться и шарахнет по хомлендеру или еще ну посмотрим этот говорит меня уже обсыпало всего из-за того что вы тут постоянно ссорите скандалы с Хьюи тоже мы весь этот эпизод видим вот эта драма продолжается где папе решили вколоть медикамент что папа просто уснул и все и что больше не мучился он хорошо рядом с французиком часто был на химии поднатаскался что смог смешать и что даже папа несмотря на то что папа получил какие-то суперспособности он его смог усыпить кстати про баранов их лица вот эти страшные создатели компьютерной графики они взяли эту идею из бабуинов обезьянок которые знаете когда они кричат когда они переходят в боевой режим и поднимают губы к деснам и обнажают клыки этих овец самир самир не нашли а только ножку нашли с ботинком но это конечно жутчайшая была и поэтому ньюман наверное решила помочь своему отцу потому что сказали нет вируса нет и помилования но она перехватила автобус водителя хлопнула и папочку спасла теперь мы видим этих спасителей Годолкина Кейт и Сэма нам их показали также они выступали немножко на сцене презентовали фильм который называется flipped это перемешанные чтобы наверное это знаете такая цыганка поменяла настилами я богатая девочка он ботаник и мы поменялись местами но это вот отсылка если вы видели фильмы таких дохрена и больше фильмов тот же самый фрике фрайдей сумасшедшая пятница где мама с дочкой поменялись местами есть по моему фильм даже на русском языке когда-то снимали по моему там кристина арбакайте с этим с Гошей куценко поменялись или не арбакайте была то было это гагарина короче какая-то призвездия была и точно по моему куценко они там поменялись поменялись телами это такой сбитый сбитый сюжет и тоже какие-нибудь гадалки какие-то циранки какие-то колдовства какие-то печенюхи вот поменяли их местами заколдовали но тем не менее вот у нас готовится кино с нами будет ладно но тем не менее вели их нам и ввели но теперь этот хомлендер собрал их всех говорит мы должны спасти америку мы должны спасти наших детей ну такая чисто патриотическая речь типа мы наш вы не будете любимцами вы будете гневливыми богами и такая кейт сразу что угодно хомлендер и решили списать вот этого во-первых глубине он не нравился потому что тот сказал говорит что я знаю про твоего осьминога который в шкафу живет я статейку сейчас накатаю и в вечернем выпуске расскажу про это мы знаем что эшли он ее бросил потому что недостаточно доминантка была для него поезд договорился с эшли потому что мы с тобой в одной лодке теперь если я пойду на дно и ты пойдешь на дно вместе со мной а вот твоя какашечка не пошла вот и как бы все дошли к козла отпущения а хомлендер то особо и доказательства не нужно помните он этой секретарше голову прожег только так так что все ему нужно было нужно было найти кого-то видов на игре все теперь давайте затопчем его забьем ну и теперь кимиков ждет где же френчи а френчи пошел и сдался в полицию я не знаю насколько это поможет ему снять чувство вины но может вот таким образом он сможет хоть чуть-чуть успокоить свою душу не знаю посмотрим насколько это сработает нам показывают две такие одинокие сидят химика и звездочка этого усыпили говорит хью прав я не хочу быть таким как джар-джар и все и нету больше папика теперь у нас у хью по крайней мере осталась мама теперь приезжает хомлендер на самом деле этого мужа Ньюман просто тразали ножку а вот он тут и говорит ты сделаешь нам порцию новую порцию вируса и он с такой улыбкой смотрит на это и даже если мы будем смотреть на этих двух они настолько вот нот похожи так что я совсем не удивлюсь что если он какой-то плод его воображение из прошлого ну и музыка на заставке это была ну просто отвал всего есть такая детская песенка что у старого фермера макдональда у него была были там разные животные там и и и и на этой ферме у него жили и курочки там жили и вот точно так же и и и и и и и и о и и И напевают все дети, которую ненавидят все взрослые. И когда оно, конечно, заиграло тут, но оно в тему эпизода подходит как никогда. Все, ребята. Вот все, что я хотел вам рассказать про пятый эпизод пацанов. Спасибо большое всем, кто посмотрел. Спасибо, кто будет писать комментарии, ставить лайки. И кто вдруг решит подписаться и быть у нас на канале. У нас еще с вами три эпизода по пацанам. Темную материю мы закончили. Но у нас еще есть сейчас дом дракона. А осенью нас ожидает разделение и кольца власти. Все. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok